приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео продолжаем знакомиться с картами как на них играть что и где делать в этот раз мы будем смотреть на карту минск играть будем на тяжелом танке на нижнем респе на vz55 для начала ознакомимся с прострелами откуда в нас может прилетать начале боя когда мы едем в город мы на тяжелом танке будем играть город если нас вначале боя засветит лтшка какая-нибудь шальная с вражеского балкончика который находится практически возле базы там обычно сидят на этой полочке в кустах птшки самом начале боя на первой минуте в нас может уже стрельнуть птшка пока мы будем ехать к нашей первой позиции на отстрел к плитам и пока мы туда едем нам в дырку может присунуть птшка поэтому нужно ехать либо так чтобы не светится пошире подальше от центра карты либо вовсе остановиться в свету где-нибудь за домом так чтобы нас не простреливали поскольку сливаться в начале боя не охота поэтому по возможности едем как можно правее подальше от середины карты также очевидно что спереди в нас из вражеской части города в центральной арке будут простреливать враги если мы туда будем высовывать свое лицо и уже начиная там середины боя в нас могут постреливать с левой стороны из новых строек там из заборов и кустов и кучек с песком нас могут простреливать если мы будем с левой стороны двора тусоваться теперь мы поняли куда лучше не подставляться и чего опасаться в начале боя теперь ознакомимся с нашей первой позиции это плиты которые находятся в одной из арок между домов из этих плит мы будем зацеливать главную большую дорогу через которую враги пытаются переехать в маленький дворик новая часть карты которая недавно открылась пока они туда едут в начале боя можно им пострелять по бочинам и получить небольшое иногда даже большое преимущество очень хорошее начало боя отсюда можно неплохо так по кемперить но слишком долго стоять здесь смысла нет поскольку если враги все-таки проехали в маленький дворик то они нас будут справа расстреливать поэтому нужно перемещаться во вторую позицию которая находится в углу этого двора из этого угла мы можем от плит от башни играть против маленького двора перестреливаясь через дорогу но в конце боя если враги будут выигрывать город скорее всего вас в этом углу будут расстреливать в перекрестном огне и это будет не совсем приятно поэтому есть еще третья позиция в которой я и буду играть в этом бою нам нужно выехать на соседнюю маленькую улицу из двора становимся возле дома на углу и отсюда мы можем простреливать малый двор небольшая щель тут есть и вдоль дороги большой мы тоже можем пострелять также отсюда можно куда-нибудь да и уехать а вот из угла мы не всегда сможем уехать поскольку с малого двора нас контролят а если враги рашит город по всем направлениям то есть другой стороны нас тоже будет контролировать и никуда мы оттуда не денемся но в этом бою нас так получилось что мне даже из центра карты враг приехал что бывает крайне редко в целом на карте минкс нижнего респа город я играю примерно таким способом постоянно получается вроде бы неплохо у многих пригорает от этой карты если раньше она была просто не особо сбалансированная и не совсем интересная но можно было сыграть активно поджавшись по центральную дорогу и играя от башни весь бой но раньше баланса не было когда мы поджимались на центр верхний респ был слабее поскольку зелени он простреливался и убивался но теперь и нижний респ зелени простреливается из этих новых строек поэтому на мой взгляд центр карты лучше не играть так как раньше не упарываться в начале боя на центр карты для того чтобы попытаться сыграть активно и поиграть от башни поскольку не только зелени простреливаются оба респа но и люди которые едут в малый город тоже оттуда по дороге могут вас пострелять по итогу вас будет расстреливать с разных сторон и слева и справа и если есть арта еще и она тоже будет весь бой прокидывать поэтому центр карты старая тактика и на мой взгляд не играбельный самое главное на что нужно обратить внимание когда вы играете на тяжелом танке начале боя нужно понять едут ли ваши союзники в маленькие дворики будут ли они переезжать эту большую улицу стоит ли ехать с ними если они все-таки поехали поскольку на перекатке через дорогу вы можете потерять очень много если не целый танк про это нужно в начале боя думать и оценить ситуацию по миникарте нужно это делать или нет но если союзники не едут а враги поехали в маленький дворик то тогда начинайте отыгрывать те позиции которые я вам показал для того чтобы встречать врагов сначала отстреливаем их от плит потом встречаем их из маленького города либо из 2 либо из 3 позиции принципе ничего сложного здесь нет вроде бы все ясно и понятно но вот если мы проиграем зелень с города поехать за дефить базу будет очень сложно поскольку пока мы по городу будем ехать на свою базу нас могут высветить и убить в бочину поскольку там много открытых пространств в основном нужно надеяться что зелень не проиграют полностью и тщательно подбирать моменты если все-таки придется ехать сбивать базу так чтобы у нас не засветили ну а на базе там тоже есть кучка с плитами от которой можно поиграть от башни но в целом адекватные лт и ст на этой карте могут жить долго и в центре карты и на базе поскольку укрытий здесь стало очень много река стала высушенной по ней можно покататься много холмов с зеленью где можно стоять и светить до конца боя поэтому обычно зелень разыгрывается очень долго и на тяжелом танке особо про зелень можно не беспокоиться и целый бой спокойно играть город раньше мне эта карта минск не особо доставляла какие-то проблемы да и сейчас в принципе тоже с ней все норм раньше был дисбаланс в том что один рез может играть центр а другой нет а сейчас в принципе оба респа не могут зато добавили эти дворики в которые танкисты постоянно едут и им начале боя можно постреливать в бочину либо иногда и самому сыграть эти дворы если союзники туда поехали вместе с ними можно разменивая их хп очень много набить урона на врагах что тоже очень часто у меня получалось на мой взгляд карта вполне себе норм но легкая и не назовешь очень много нюансов а если учесть еще что не всегда понятно что делают союзники и враги то иногда могут и возникнуть трудности с этой картой но как по мне она в целом норму с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...